Здравствуйте, мои дорогие! У меня больше ста тысяч просмотров. Обалдеть! Так, ни хрена не держимся. Дрыгаемся. Это же как население небольшого города. Просто вообще. Надо же. Разве могла я об этом мечтать? Полгода назад. Даже в голове не укладывается. Сегодня так тихо, тепло, ветра нет. И опять иду в магазин. Но сегодня пойду по другой улице. Мне пишут девочки, что так мало рассказала, как вы расстались, да что было, да то да сё. А я вот, когда снимала видео то, последнее, у меня какой-то был в голове каша какая-то. И такой осадочек ещё, такой не очень приятный. Поэтому я не стала ничего подробно рассказывать. Вот. Ну, расскажу вам сегодня. Вот. Приехал он ко мне какой-то усталый, замученный. Я его отправила. Говорю, иди отдохни. Я пока приготовлю поесть. Вот. Через пару часов он встал. Он уже первый раз у меня пошёл по двору бродить. И первое, что меня поразило, он ходит, вот там у меня маяк, да. Ну, вот всё, что я делала там из бетона. Он ходит, так удивляется. А это что? А зачем? Ну, и вообще, оно тебе надо. А я ему говорю, я не могу по-другому. Я люблю это дело. Я ему говорю, я ещё и украшения делаю. Он так удивился. Ой, моя хорошая, давайте я буду на дорогу смотреть, ладно? А то ещё сковырнусь тут всякие камни, не пойми чего. Ладно? А сама вам буду говорить. А я ещё думаю про себя. Думаю, что-то странно как-то. Мы же познакомились через YouTube. Он написал, что он подписчик мой. Что вот ему нравится там, ну, что я делаю. А он, оказывается, ничего и не знает. И так вот получается, что он, видимо, посмотрел какое-то видео. Увидел то, что ему нужно. А так он вообще ничего не знает. Чем я живу. Вот это мне прям показалось странным. В общем, короче говоря, он сделал такой вывод, что дурью я маюсь. Вот это вот ковыряюсь. Со всей этой ерундой, как он считает. Вот. Ну, я поняла, что он относится к тем людям, которым ничего не интересно. Ничего делать они не любят, конечно. Вот. Вот. Ну, я ему говорю, я говорю, иди ты отдыхай. Потому что сидеть мне некогда. Дел у меня хватает. У меня тут сейчас бетон застынет. И приготовить надо, и украшения надо делать. Заказ у меня. Вот. Вот. Ну, он сел на крыльце и наблюдает. А я, значит, вот это топ-топ, шлеп-шлеп. Туда-сюда. Туда-сюда. Причем, тащу полмешка этого цемента. Он не кинулся мне помогать. Он как сидел и смотрел. Ну, и хрен с ним. Есть вот мужики, тип такой, ну, мужчин. Хозяин. Вот к этому типу относится сын мой. Он не может сидеть на месте. Он постоянно что-то делает. Ой, господи. Да ладно тебе ругаться. Володя Воронюк. Вот приезжал-то всего с ночевкой. И он молчком. Я только потом увидела. Розетка у меня вываливалась такая двойная. Я никак не могла ее. Вот. Он ее сделал. Фару нам отремонтировал. Я потом только увидела. Друзья вот приезжали, да? Люб, давай. Люб, вот это. Ходят. Все замечают. Удивляются, что я делаю. Ой, а это из чего? А это как? Бо круто. Вот это. Вот понимаете? Люди такие. Вот Димка племянник приезжал. Ой, давай это, давай это. Они ходят, если, то замечают все. Где что не так. И что надо что-то там подделать, отремонтировать. А есть вот такие, как этот Виктор. Он ходил по двору, как помещик. Руки за спину. Вот это все смотрел. Очень показательные такие вещи. Валялось у меня там кусок доски. Что-то я делала, но и не убрала. Вот он ногой пнул в сторонку. Да. Зато задавал много вопросов. Зачем ты делаешь вот эти вазы? Пошла бы ты купила. Я говорю, ну, во-первых, такого размера кашпо денег стоит. Да мне и самой интересно сделать. Ой, вроде прошла участок ветреный. Вот. Спрашивает, а что вы этот синий домик, ну, не переделали, не доделали. Я говорю, деньги кончились. Все деньги ушли на ремонт. На все не хватило. Вот ворота надо там. Да много чего тут всякого. Ну, вечер наступил. Надо же, ну, посидеть, поужинать. Гость. Сели на террасе там, ужинаем, разговариваем. Ну, и вот хочу вам сказать, мои хорошие. Человек я опытный. В жизни уже столько всего видела. И замужем не один раз была. Мне хватило вот всего этого. Стало понятно, кто он по сути. Как мужчина. И вообще как личность. Ничего ему не интересно. Ему хочется пристроиться. И такое у меня хулиганское настроение появилось. Прям вот захотелось добить эту тему. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Хе-хе-хе. И я так. Хе-хе-хе. Ну, и завела разговор такой. Что вот как переехали. Да дом. Да сколько работы тут надо. Да сколько денег надо. И подвал-то делать. И ворота-то варить надо. Вот сейчас я сяду на свое любимое местечко. Ну, и вообще проблем, проблем столько. Дом есть дом. В доме вообще, конечно, нужен мужик. И с руками. Нет, было бы денег много. Так чего? Нанял людей. Сделаю. Ну, так как денег особо нет. Поэтому все, что могу, делаю сама. И вот это я ему все это выдаю. Мы не нищие, конечно. Ну, и на роскошь тоже сейчас денег не хватает. Сами знаете, в основном, как народ живет. Правда? Ну, он-то, видимо, надеялся пожить как помещик. А тут оказалось, что столько проблем, дел. Тут еще и работать надо. В общем, короче говоря, он так растерялся, что даже не мог этого скрыть. Прямо на лице было написано. Ни фига я попал. Все надежды его руку были. Мне даже его жалко стало. Ну, в общем, короче говоря, пошел он спать. А на следующее утро смотрю, парень-то загрустил совсем. Прямо совсем загрустил. Я думаю, надо с ним поговорить. Ну, и смеюсь. А мне уже смешно. Я и смеюсь, говорю. Не печалься, добрый молодец. Все хорошо будет. Ну, не твой я вариант. Я же вижу. Что ж я? Не слепая я. Ну, ты надеялся на дно, а оказалось все по-другому. Вот. Говорю, что ж ты? На ютубе познакомились. А сам ничего не знаешь про меня. Я говорю, да ты не смотрел ничего. Ты увидел то, что тебе надо. И решил, ну-ка, сейчас я... Вдруг. А оказалось, что все совсем не так, как ты думал. А что молчать? Мы взрослые люди. Мало того, уже пожилые. Чего тут какие-то недомолвки-то могут быть? Ну... Я ему говорю, я никаких обид на тебя не держу. Ну, чего. Ну... Я понимаю, что ему надо уезжать. А у него пошла защитная реакция. Понимаете? Я не такой. Там... Оказалось, что это я не такая. Вот так. В его понимании женщина должна вот это... Борщи, пироги, вот это рубашечки гладить, принца обхаживать, все внимание ему, а не заниматься какой-то ерундой. Что это? Ладно, что сидеть-то? А то люди мимо проходят, смотрят на меня, скажут, что она сидит. Ладно, надо идти в магазин, мне еще в аптеку надо. В общем, я, оказывается, не такая, как надо. И вообще, у меня бетон на голове. Ну, блин, волоса. Я ему говорю, сори, это не я к тебе вообще-то пришла. А то такие, такие деловые выбирают женщину, как удобную стиральную машинку. Вот это поновей, у этой много функций, не шумит, стирает быстро. Удобный вариант. А я не стиральная машинка, я человек. И мне интересно с человеком, который умеет что-то делать, который к чему-то стремится, который не будет ходить, как помещик во дворе. И с которым еще и поговорить есть о чем. А не то, что хорошо поесть и мягко поспать, и больше ничего не надо. И не в возрасте дело. Такие в 20 лет уже старики. скучные, нудные. Скучные, нудные. Короче говоря, все понятно стало. Давно уже мне, еще он тут это мне будет, я не такая. Я говорю, так, мой дорогой, я с тобой еще как с человеком разговариваю. А ты мне тут это, то не так это не эдак. Я говорю, давай-ка собирай свои сумки и уйо в сторону красных камней. Хе-хе-хе. Хе-хе. 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 Ну, тут он совсем ошалел. Быстро собрал свои вещи, быстренько к машине пошел. Ой, опять ветер. Вот. И такой в калитке. До свидания, Люба. Я говорю, прощевайте, молодой человек. Вот так мы и расстались. Не могу. Ой, мне как-то, я говорю, первый день было как-то все равно неприятно. Ну, сейчас мне просто смешно. Принц. Решил меня счастливить. Нахрен ты мне нужен. Рубашки-то тебе стирать да гладить. Вот зашла во дворик магазина. Думаю, от ветра кондиционер шумит. Сейчас у меня такси приедет. Поеду в аптеку. И домой. И домой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова